какая воздушная тревога где покинуть помещение но у меня нету ничего никакой воздушной тревоги что у меня разводить такое вот это какой где у меня даже локация включена это все разводняки нежелание снимать где воздушная тревога побежали по подвалам у меня как бы нет бомбоубежище у нас есть мышь как бы все но нету вот это надо поменять там область другую где вы были зацепилась вот оттуда во и пришла воздушная тревога это как артурчик у нас был в черкассах все сидим работаем что я тревога если бы что такое да потому что в другой области телефон вот в луцке воздушная тревога а в киеве все хорошо и спокойно друзья всем привет у нас очень веселая неделька была очень веселая тем что она была неделя бмв я офигевший от количества выбранных машин и кто преобладает конечно бмв мы к сожалению не смогли в кучу собрать всех технических специалистов которые участвовали в наше они в разных областях мы так вот этих двоих два дня собирали потому что алё пацаны надо я в луцке я в ровно я там у его куку его еще где-то ну короче два есть еще один потянется но 3 успеет красавчик не успеет сергей викторович у нас вообще можно сказать один из ветеранов которые в ком-то в пятнадцатом году пришел или не у них короче в лет шесть он уже с нами в команде я не знаю сколько закрытых машину много и он как любитель бмв кстати был момент у них было два бмв 60 кузова на одном он гордо ездил 2 он в это время чинил когда починили тонн то в этом что-то ломалось ты должен унижать людей на этой машине четыре на четыре ошибочка сейчас случилось все приводу пизда так он был счастливым обладателем и весь семейный бюджет на и сто туда без тысячи долларов в бардачке на этой машине выезжать просто тупо нельзя особенно когда и даешь под сраку это совсем не любительно на понажимать так вот вернемся к бмв потому что сергей викторович у нас был первый который получил очень интересную заявку черный бмв 535 с м55 мотором 2016 года хороший ли был автомобиль потому что по объявлению да это важно отметить это был в рамках разового осмотра разовый осмотр это когда человека алё я нашел машину мечты я ее уже смотрел предварительно все оно но дайте мнение технического специалиста и дайте заключение даете ли вы на нее гарантию всякое такое посмотрите мне эту машину человек влюбился все приехала бмв и много она была что-то полностью не крашеная по объявлению вся целая все работает все в идеале то есть как бы признано помощь европы германии я не я помню здесь по объявлениям подобраны все куклы ну то есть читаешь картинка мечта просто вау у нас 535 в отличном состоянии бампер прошеный прошеный мат не в цвет здесь запотевание под курсунками капот не вижу платился бампер пары под пескоструйные по хорошему их полирнуть и затянуть пламкой кубанка не в зазоре стоит диск подбитый капот есть вот такие царапины попробую поймать видно не видно с левой стороны есть лобовое стекло все в сколок его по-хорошему под замену спеши назад или на есть встречу так здесь все хорошо хорошо видно что полированная машина пластик уже потрескался по сиденье сиденья работает есть царапины руль состоянии печальному по-хорошему его перешить в принципе громковато немножко работает но здесь это не отмывается здесь вот такая вот ерунда неприятная передняя крова красилась мыши погрызли да капот тоже крашеный капот я пропустил 211 по это ребро она была крашеная пол капота пол бампера было с правой стороны крашена если пол капота это да по ребру вот так по ребру вот здесь вот идет ребро вот это вот ребро к а вот эта часть краше и ребро крыло но окей допустим была какая-то царапина и ну ее разбирали конструктор из него делали то есть как бы все карты стоят не на месте дверные а карты хоть по комплектации там вот так вот состоит половину пистонов там нету то есть как бы но такое мы понимаем машина не бита не крашены в идеальном состоянии но нужно почему-то разбиралась может быть она обешумливалась нет то есть не знаю но там блоки что же летят там очень много блоков которые в их во всех четырех картах сразу ну как бы ладно не сразу за сколько шестнадцатого года 7 лет машине может может тонировал может безруким обратился тонировщиком тонировщики иногда просто рвут срывают машина была под градом на крыше не страшно до выкатать ну в объявлении это не было в объявлении она вся в идеале то есть она приехала выкатанная или с мятым мятину память до мятка царапка мы помним да и плюс очень сильно не понравилось мне что вот это вот посередине подлокотник там где регулируется мультимедиа то странно центральная вот она просто вырвана то есть ее там не было может салон меняли просто весь обменяемый ответ дал продавец такая была такую покупал внизу что течет что не течет все ли на месте я позвонил заказчику озвучил ему поверхностные осмотры он сказал я понял все спасибо дальше мне эта машина неинтересно то есть мы понимаем что есть машина мечты она идеальная на не битая не крашена она вся как говорят любина ножа на перекупе на перекупском жаргоне вся в родне но по заказчик сказал что машина классная все это сам я поговорил пообщался я хотел бы чтобы еще посмотрели но я посмотрел перезвонил на город стоит ли и смотреть дальше то есть вот 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 такие вот по ней замечания как бы они не критичные но они есть . это стоит денег спасибо мне это уже не устраивает то есть ценник там был во львове насколько я понял там надо было смотреть два автомобиля одна тройка вторая четверка кабриолет да и с чем заходил заказчик я так вижу это тоже был в рамках эксперта на день нужно было смотреть два машины я же не говорил окей google кто это что нам удалось найти кто пользуется этой штукой и вот что нам удалось найти да это был кабриолет львов 428 значит заказчики именно хотел ее эту машину остальные ну так просто хвостом посмотреть для сравнения то есть фаворит это кабриолет да он а зачем тогда смотреть не кабриолет ну ладно потом разберемся это америка она получала по передней части там капот бампер фара крыло в общем по факту обойти ее не получится она тут стоит притык везде значит она аккумун севшие у нее она не запускается фара меня на крыло уже меня на капот соответственно тоже меня на бампер крашеный тоже меня не украшено толщиномер ну деталь новая хорошо с дверями и здесь эти двери тоже хорошо значит стекла 16 год крыша 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 тоже целая стекла вот а да там банан вот это с той стороны он перекрашивался верит уже хорошо но ее помню до сюда вытаскивать мыть заводите смотреть потому что это такой осмотр себе крышка багажника крышка целая опять же багажник не открыть не всегда невозможно потому что она не заводится эта тачка у нее аккумулятор в нулях здесь крыло крашеный этот банан тоже крашеный знаю так машину так смотреть это невозможно как ее можно посмотреть эту машину салон у нее классный ничего не видно дверь открыть невозможно посмотреть хорошо внимательно тоже надо вывозить ее цели вся морда у нее крашеная крыло левое чуть шпаклёвано фара меня на значит ну собрана нормально принципе там но крашена ужасно конечно покраска там ценник на нее был 25 900 но заказчик торговался сам то есть он сказал сам будет торговаться там не вмешиваться эти дела все вот потом у нее еще была хлопушка на заднем левом крыле и и без покрасочного выкатали менялась крышка багажника в цвет и задний бампер и на заднем бампере не хватало там вот такого молдинга типа как внутри бампера задний бампер был скорее суши белый такой вот не докрас тут крыша работала стрёмно но работал все закрыл ну и надо обслуживать такую машину это сложная . то любой кабриолет это это сезонный автомобиль и в нем как в мотоцикле нужно откатался и ее менять и менять и менять в смысле обслуживать обслуживать и обслуживать машинка веселая на полном приводе конечно едет хорошо мотор сухой у нее привода тоже там в порядке все с ним значит что у нее тут внизу сзади редуктор сухой полуося сухие мофта не порванные соленблоки на редукторе тоже целые здесь подушка тоже целая угла и не давали если давали то очень мало пластик весь у нее на месте по задней части корректор фар соленблоки на рычагах здесь тоже все хорошо герметик на месте оригинал все пыльники все защитки все на месте раздатка сухая когда-то чуть-чуть она запотела но не течет с ней но есть легкое запотевание полуося целые пыльники целые радиаторы сухие малярный скотч не забрали у всех американцев они как будто пятнышко на ней она показывает все нормально так шайба сенсорная кондер работает маленькая есть скольчик такой на кнопочки вообще еле-еле значит еще раз украшено уголок здесь поклеванный вот этот полочка чуть-чуть подлифтовывать крепление ушка и вот это крепление ушка крыла бампер крашеный фара меняная крыло крашеная в толщиномер капот говорил с украшенный бампер мнение не крашеный был белый скорее всего дал крышка багажника меня на это ошибка еще у нее по динамическим фонарям внутренним вот этим все работает все светит все хорошо там поездили на ней значит едет она хорошо переключается хорошо шусы не хрустят ничего все бомба стреляет хорошо на неплохой вариант но цене конечно у нее был потужный но отдали ее вроде бы если я не ошибаюсь или 20 900 или 21 900 надо уточнять ну то есть с учетом того что было найдено список вот того что за из взвесили заявлено и действительно чувак все классно минус 6000 на 6 не согласен согласен на 4 что-то такое ну плюс еще эта машина такая очень прям популярная там каждый день хотят купить кабриолет на закате сезона а это по версии продавца то не вообще как бы типа алё подождите подождите мне уже звонят мне уже звонят везут предоплату ну шо ну шо 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 вы думаете такая ситуация была типа не хотела продавать я бы оставила себе но готов подвинуться на 4 в смысле я не хочу продавать машину я ставлю на нее высокий ценник но если вы будете брать я дам не за высокий ценник а дам по низу рынка типа заберите хоть за что-нибудь ну поэтому оказалось так тройка в том же городе то что паровозом шла что было заявлено непонятно было там левое крыло сзади вообще вылеплено со шпаклевкой полностью она уже треснула то шпаклевка уже там вода подниму бмв троечка львов так вот фары немножко посещенные но не сильно бампер вот здесь такой вот нюанс есть по нему бампер сколах капот тоже в сколах видно что круг крашеная сразу же немножко бампер не в зазорах здесь много шпаклевана здесь не пробивается шпаклевана как раз в этом месте все то есть этот угол шпаклеванный фонарь и понятно что не на месте бампер тоже соответственно значит здесь что тут ну тут тоже тут все рифтованно крашено прокрашено шпаклевана много шпаклевки это полка рифтованная тоже выводили ее пытались вывести это вот все кривое тут тоже надо по уму конечно все разобрать полностью чтобы понять качество ремонта но судя по этим всем вещам ремонту не очень качестве немножко подразобрал здесь веснула уже шпаклевка на этом месте вот трещина вот она вот она все тут уже 3 трещина трещины 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 тройка бмв не подошла почему потому что нашла паровозом или же не надо для сравнения шла и понятно что с кабриолетом она ну ценник у нее был там 15 что такое а у каврика 25 900 бмв вообще интересная машина люди с бмв они вот так чтобы получать удовольствие это надо машину обслуживать к сожалению не все про это знают машина новая бмв ее покупают ей дают под хвост когда нужно начинает сыпаться и и передаю там на вторичный рынок на вторичном рынке и и там дальше сажают 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 это игру про классическую модель типа вот еще 30 кузова типа с 90-х годов вам божественный 5 литровый двух с половиной литровый мотор на полном приводе тройка это винтик шо глухонима и вот после этого прошло уже 30 лет и все эту машину все равно уже 13 раз переварили единственное место это залить бензоном на последние бабки дать чтоб свистели четыре колеса и почему-то вот стиль людей но он не сильно меняется вот бмв да он позволяет ну на самом деле если отойти от сарказма управление класс эмоция класс но если не следить за автомобилем то здравствуйте на и стол мы рады вас видеть я вот построил себе квартиру мне надо еще построить частный дом и вот эта история про бмв не про все да простите меня бмв любители слова друг мне нельзя говорить запрещает цензура ну мы это вырежем если что сергей викторович g30 кузов хорошенько красивенько идеальнейшее створение по объявлению та которая вот просто вырви глаз по раду и продавца лучше не найдешь такая только у меня даже у майкла джексона не было g30 серый бмв да это был под ключ человек заказал вернее в таблицу внес вот это бмв и остальные товарах крузов 200 крузов 200 а на третьем месте ты уже был ну как то так я сложиться не мог ну как бы вообще недопонимание было но подожди выбрать между двухсотым туарегом и x5 ну вот грубо говоря человек заходит к нам в компанию да у него есть какая-то мечта хочет такую-то машину ну вместо трохи расплывчатая короче вот первым на первом месте у него стояла бмв вот это типа если она классная зачетная все я ее забираю и все на этом все если нет тогда крузов 200 или то ура сергей виктор и счет вы как любитель бмв вопрос без стеба ну вот для общего развития а что из этих трех машин выбрали бы вы тоже неожиданно почему туры потому что у меня уже годочки как бы не молодежные у меня было два бмв эти два бмв у меня было четыре года как вы думаете два года держать 2 бмв же я я это видел у меня эти слезы от радости либо же я счастья не знаю они у меня были на глазах всю эту радость все это через боль страдания унижения я это видел сергей викторович поехали купаться были мне на истину надо там одну штучку подкрутить показываем типичных владельцев бмв у машины раскидали штучки нету ждем завтра я почему говорю неожиданно то у рек тут же на кону еще с двухсотка есть toyota которая не ломать и общей ну как ну восьмого десятого года но она свое жила то есть ну все toyota свое отжила с таким-то двигателем да ну все равно ну в 8 тону перестань это вечный мотор водка рама то есть найти машину которую за которую ухаживают это за области фантастики таких годов я бы не согласился хотя ни одна из этих машин не нравится но я бы выбрал toyota честно сказать я пересмотрел 4 toyota крузаков но мне ни одно не понравилось в родной краски . с перешитым хорошо салоном то есть а то есть салон перешитый уже хорошо перешита видно то есть как бы что хорошо перешли я закрывая на многое глаза до понимаю года машины то есть перешит до перешит как перешит крайний кузак был да вот он восьмого года на нем стояла газовое оборудование восьмого года баллон стоял восьмого года вы представляете что там творилось под нищу по этим баллону поэтому газовому оборудованию открываешь капот запах газа прекрасно упоминаешь как садись а в такси дешевый запах газа открываешь 200 куза похвала на сабботу они просто забили на обработку какую-то пласть и то есть если ты хочешь чтобы тебе не дуло вебала что ты можешь сделать ничего тебе либо дует либо либо дует и балла украинцем виччирого сердца я в ланасе никогда газом не воняло хотя у меня ланас на газу был когда открываешь такой автомобиль и ты понимаешь что ты сейчас будешь ехать с таким большим жестким ощущением что я сейчас отвалится заднее левое колесо уже там все так гремит тарахит и ты не понимаешь либо это болты открутились либо это ступица разбитое то ли там сайлентблоков никогда уже не было за последние 20 тысяч то ли еще хрен знает почему и вообще непонятно как индусы ездят на этих машинах и ценник что-то был у нее 39 короче по 40 тысяч сорок 2008 года ржавая найти объявление я себе выбираю торрех только торрех ладно вернемся к тридцатке g30 кузов x5 вообще машинка классненькая уже хорошо заезжает красивое все то есть как бы думаю да неужели такое может быть может нам попадались я знаю есть но это редкость так x5 смотрим по радиаторам роберт в таком состоянии есть запотевание форсунок в пользу оплотнительная поменять запотевание он в коробке шрус с правой стороны бампер попесоченный очень много столов кром немножко начал тусклеть стекла оригинальные боковой по дереву есть царапина вот такая но полирнуться может сиденье в норме руль есть царапина вот такие вот мы его красили по передней двери уплотнитель здесь порванный потолок мрачный почему мрачный потому что он есть царапин надрывы ткани его химчистили тут на потолке продюр то есть боковушку подшивали вот здесь также отклеивается опущивается краска стол болтается скоро впадет салон комфорт но без без обдува здесь по ручке вот такое нормальное явление здесь тоже отклеивается на двухстороннем скотчке здесь все хорошо здесь тоже хорошо здесь тоже хорошо так резинку эту выбросить надо так по лобовому есть сколы но не критично но кроме налет говорит мне продавец там чуть-чуть была царапина на заднем крыле и задняя дверь ну в конечном итоге задний проем не пробивался к заднего крыла задний проем дверной проем имеется то есть снизу царапина такой степени что там внутри в дверном проеме все с вылепленной шпаклевки ну она классного просто наверно был ураган смерчи этой дверью от ворот до половины кузов согнуло то есть я сразу же такую машину не рекомендую она во первых цена у нее космос и она должна быть вся целая как минимум какие-то потус я позвонил заказчику я вы есть нюанс который мне не нравится вам смотреть для нового зрителя поясняю что такое битый проем когда проем шпаклеванный а чтобы посмотреть что там это надо сильно разобрать машину заглянуть в середину и далеко не каждый продавец разрешает это делать рекомендовать автомобиль где он может быть нарушена силовая конструкция двигателя кузова так себе затейка если он там вареный вареный плохо то это беда такой рекомендовать нельзя у нас мы занимаемся автоподбором автомобилей и рекомендуем в первую очередь безопасная машина машина безопасной с вареными проемами уже априори быть не может жесткости кузова нет поэтому вот такое рекомендовать нельзя не дай бог в это же время в это же место в другое время приезжает пусть небольшой удар вот эти все сварочные швы не просто разрываются и все и и получается беда поэтому мы такое не рекомендуем антон а вот теперь то где ржал весь офис хлопали стоя в ладоши этому объявлению компания поможет это там авто фреш или чего-то там сочные классные автомобили короче по объявлению ну лучше машины просто не бывает по факту тройка дизельная значит вся целая чё за печаль в голосе значит это вообще ровно машина находится это человек с киева осмотр заказал значит со швейцарии пригнана вся история все там все хорошо там машина на фотографиях вообще просто новый автомобиль значит по итогу у нее морда такая кривая сразу же она стоит и у нее так на одну сторону она смещена так бмв ровно она грязная то что сразу бросается в глаза вот здесь прочес на бампере есть и капот у нее как-то чуть-чуть смещен в сторону по зазорам вот по левой стороне и вот по правой он ушел больше как-то в левую сторону капот подкручивали я потом покажу здесь тоже что-то разбирали крепление крутили в этой стороне капот подтычкованный подкрашенный имеется ввиду точками вот он сколок был его подкрасили пескоструйная морда двери не крашеные повторители уже такие мутноватые задние двери не крутили передние двери тоже не крутили значит сидение валик ездит нормально здесь немножко потерта боковинка вот здесь вот это месяц и есть царапина здесь вот тоже какая-то дефект небольшой черный потолок стекло восемнадцатого года но по фотографиям то все было идеально но по сарафи во первых она там чистая вся натертая а по факту она грязная приехала полностью вся внутри там не ну короче там бардак машине а ты был мусор бумажки какие-то тут жалюзи эти тебя не работает на не работает на поломана куриватель уторжалые там внутри он немножко не сжал чина заливали стаканник тоже должен сколк кнопки под залипает он тут залитый на чем-то накладка на пороге пластиковая мощно ли отломана или надо ее вставлять черный потолок на потолке есть такие вот белые какие-то пятна стойка тоже это все такая немножко заматься надо по уму конечно по сам чистить его как багажник багажник большой тут все в печеньках в мусоре это запчасти от чего-то шторка может где-то есть может нету но сейчас ее нету на данный момент спойлер целый должен прятаться почему-то он не прячется сейчас крышка так стрёмно как-то открывается закрывается здесь часть шпаклевана дверь тоже скорее всего поддувалась накладка это немного топылится shadow line этот черный карта не на месте карту снимали на место не поставили она здесь карта вот здесь нормально спит на месте она верит тоже поддувались делали переход наверное это дверь тоже крашеная крыша целая левая сторона целая правая сторона вся крашеная пассажирская дверь передняя крашена с двух сторон она снималась задняя дверь крутилась красилась заднее правое крыло тоже красилась в косметику снималась крыло заднее нет так по мотору мотор сухой форсунки сухие все там у нее здесь у нее порядок по кузову у нее только непорядок в этой машине морда у нее вся крученая все тут что-то разбирали снимали крыло вот это тоже левая крученая ухо это крученая не знаю видно не но вот видно его крутили выставляли потому что морда кривая ну как кривая она не кривая просто он не пляшет по зазорам капот также крутили вы выставляли люди-то зацепили у нее передок чуть-чуть поплыл все в касс типов косметики без шпаклевки но нет 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 косметика это я поясню есть легкая притертость об забор об короче легкий сейчас краски вот это вот называется косметика косметика это просто вот зачухал это место за пули визаторил короче задул краской задул лаком отполировал попал цвет хорошо не попал цвет мы это увидим вот эта косметика но когда с машины снимают дверь для ремонта или же просто ставят другие двери то это уже нифига не косметика и насчет расследование показал что автомобиль не годится ну потому что то что заявил продавец автосалон этот и по факту она вообще не лепится одна к другому машина не целая это мне было на практике во львов я ездил автобус или босс авто что-то такая же разводильная хрень так я был там как впечатление шикарную да но я с ними общался парни с босс авто или как они в авто короче желтая лейба такая офигенно здоровый вам привет спасибо большое за то что вы благодарна на е будете людей украины даже в столь тяжелое время вы не пользуетесь какими-либо принципами человечествами здесь преобладает одно наебать на любить быстро впарить срубить по-легкому бабла пацаны молодцы всем рекомендую туда не ходить до вспоминаю эту ситуацию месяц проходит или полмесяца после выхода вашего видео приезжая туда я и забыл про это все приезжаем во львов на осмотр volvo xc 60 или xc 90 приезжает этот заказчик я вижу это volvo звонят мне эти пацаны говорят сейчас мы вот будем будем я говорю да я уже вижу эту машину то есть как бы ну я сейчас подумал нет подождите мы сейчас подойдем подходить начинаю смотреть они мне задают вопрос вы подборщик а я на своей волне говорю да то есть как бы смотрю машину а вот тут был один лысый там трали-вали а я на своей волне то есть я не еще не въезжаю вообще жарко ну душно лето же было я не начинают там блогер я включаюсь николай там какой-то там лысый шрамах брехло там трали-вали и тому подобное я вложу приборы ну и не помню фонарик или лакокрасочный прибор короче не неважно стоит недоумение продавец самой машины я поворачивать этим ребятам но я говорю то есть как бы знаю этого человека очень давно николая тарануху слушал я видео слушал я разговоры говорю записи вашего разговора с ним то есть как бы брехня идет от вас конкретно говорю и мне нас ради он еще начал угрожать типа если вы от той компании потому что не будем показывать вам машину я вы мне насрать будете вы показывать нашим компании мне вот столичный авторынок чапаевка вот в половину салонов у нас вот просто алё вы подбор один авто все нафиг даже без камер без ничего вот до свидания там и меня грозились на лесном закопать и ситуация вообще я говорю мне все равно будете вы показывать эту машину или не будете мне насрать у меня есть человек который хочет найти хорошую машину я поворачиваюсь не к этим двум оленям а поворачиваюсь хозяин в игру вы будете показывать машину так вообще у нас еще там много историй всяких на самом деле многое связанных не только с бмв но я думаю это будет уже отдельная история сейчас мы дождемся попробуем дождаться еще наших двоих один будет точно сегодня приедет сейчас у нас сколько времени половина первого часы идут хорошо будут кстати батарейку поменяли спасибо в комментах написали что у вас все время одно и то же время мы обратили внимание что у нас сели часы мы батарейку поменяли пацаны все классно у нас уже правильное время все светится уши и уши уже не светятся то есть да тоже спасибо в комментариях написали кстати что не так в этом видео напишите как такой формат как зашло люди внимательны видят что часы не идут видишь уши светятся вижу двери открыты но зато мотора никто не видит потому что он как правило низко стоит блики ну да так бы уже рассказали откуда этот двигатель субботу поездочка была винницу любимую я ее не перевариваю сейчас продавана с учетом того что в виннице у нас есть технический специалист который тупо там командированный он сам с винницы и вот он там находится живет мы его уже не видели какое-то время он тупо загружен перезагружен до такую степень что приходится нам с киева ехать в винницу разным техническим специалистам осматривать и вот это торжественная да киа спортейдж слушай ну нормально сидели вся в идеале все обалденно не про человека по самому продавца машина хорошая человек нехороший звоню я еду хорошо приезжай приезжаю его первого выбрал в 9 часов утра я уже винницы был в 10 в 10 я уже винницы был готов с ним встречаться но ты немножко на 15 минут опаздываешь поэтому я съезжу в село за картошкой а потом это сам я руну гору ладно мне три машины осмотрим поеду другие посмотрю кругом бегом он задерживается задерживается эти две машины как бы одна более-менее нормально вторая хлам и жду всего потому что по описанию она мне понравилось то есть как бы и по внешнюю виду конечном итоге встречаясь я с ним в три часа дня на 9 договорились за 10 на три часа дня я с ним встречаюсь я смотрю поверху да действительно у него в как у меня в машине 10 тряпочек то есть как бы все пленочки еще это самые наклеенные на правильное слово не снятые пленочки а наклеенные заново не не снятые пленочки нет я думаю что слово вот звучало наклеенные получше я говорю хорошо я все нормально говорю мне бы ее на подъемничек я уже готов был уже торговаться то есть я уже вижу поверху что она классная есть один нюансик юр какой те и пока не продаю я вот еще дурак продаете или не продает я шел на все ваши уступки вплоть до того что вы говорите там успеешь на 12 хотя мы на пол двенадцатый на 11 мы в этой игры не играем то есть как бы но не вопрос думаю посмотрю одну там еще две машины то есть как бы ну это нормально прождал вас два часа вы говорите что она блин где продается пока не ну как-то тоже человек платить деньги да чтоб я приехал сюда чтоб я ее посмотрел а тут получается нюансы которые не очень хорошо со стороны продавца может конечно меня там ваша точка зрения должна вести в трассу и вообще это машина пусть следующая особенно в вашем деле правильно я просто я мы всегда за заказчика если вы поставили себя на место вот как покупателя да и вы приехали чурнает откуда вы и вам сказали извините машина не продается разговоре я сказал я тебе три часа прождал под солнцем бы посмотрел уже все машины ну то есть как бы ждал тебя игра в телефонном режиме нельзя было сказать перед тем как я выезжать что ее не продаешь но все равно я ее поднял я могу поднять его показать но я ее хочу поменять на машину я не помню какой-то ford дик на на роботе да вот хочет да вот он ждет пока миссии там кто-то даст ему до брошу поменять на этот форт маша менять собирает на пола литражку на форте к на форте к на семейную на обслуженную чистой серии сейчас реально работы нету и скорее всего может даже подумать и пойдут такси и я тоже поменяю я люблю рисковать я люблю рисковать играть в очко дело право конечно сколько людей такое мнение все таки не подбирайте стенки что-то на форт надо не будете подбирать подбираете понятно слышал знаю когда особенно ну опять же с вашего канала ваш друг очень красиво рассказывает реально я удачи так они проще продать машину и купить фор проще лишь я говорю там надо вот сам разговор когда я мне самому стало интересно я злой был как собака но я вежливо с ним поговорил мне было интересно понять логику вообще этого человека из кстати веселых историй тоже вот воскресенье кто у нас сейчас в гипсе нет был а второй после вас короче 100 история с гипсом и онтона или чувак навел рассказываете маразм на грани с дебилизмом из ситуации которая нас стоит строить интересная история нет а чего комендантский час ой да ладно камена ну не доехал блин за 6 минут дом он это же был как раз комендантский час когда он ехал да это был букая ночь луны не сошли не слышно загулял ладно эта история пока канула в лету валентин у нас приходит в гипсе на работу типа что случилось то вчера машину смотрел класса в гипсе чего у поехали на тест-драйв заказчик не пустил за руль и решил поехать сам ну хорошо рука чего в гипсе ну-ка я попросил дать давление на турбину посмотреть значение турбины есть или нет ну хорошо рука чего в гипсе так он разогнался так что за херачил камри постреляли все подушки лонжерон зашли лонжероны зашли в салон вот эта история к тому что люди нам вот продавцы очень часто не разрешают садиться за руль дабы мы можем там где-то чего-то разбить сломать потерять это реальная история жизни это не прикол это не придумано это неправильно нажать на газ нет это перед продажей вывернуть последний раз почувствовать и немножко не рассчитать силы пилота летите дальше исполняйте обязательства перед заказчиками но мы тоскливо ждем покорно ждем ярослава на часах которые у нас напоминаю тикают время изменилось потому что в нашей студии появился ярослав и ярославу есть простой вопрос ли ставим смотрим был у него на обзоре на прошлой неделе бмв x3 30 м пакет 2016 год машина мега кукла я забегая наперед скажу что канада к чему я это сказал об этом немножко позже ярослав что за машина очень красивая м пакет кстати заводской единственный как мне на тот момент утверждал этот продавец действительно одна она была в авторе этом в м пакете x3 в заводском но как всегда с нюансами то есть визуально издалека очень издалека скажем автомобиль выглядит красиво беленький такой там обвес м пакет действительно обвес красивые диски там антихром везде ну прям очень красиво вот наш x3 по кругу пройдусь выгнать сейчас пока не могут потому что нету ключа машина открыта а ключа нету был удар по передней части это в принципе сразу наблюдается зазор тут зазоры здесь сильно отличаются зазоры здесь пластмассовые детальки неплохо сидят вот здесь зазор отличается крыло выше чем капот здесь в принципе нормально вот здесь зазоры тоже пляшут тут вообще ветровичок сильно не на месте стоит и тут зазоры тоже но в общем капот крылья плохо сидит между собой нюансы начались того что зазоры как всегда как часто бывают на тайвандских запчастях не очень хорошие а когда открыли капот когда я открыл капот начал под капотку изучать там полки крыла всевозможные кронштейны всевозможные там полочки и так далее стало совсем печально все порвано все погнуто все покорежено шпаклевка много линия которая в крыло переходит он тоже чуть не совпадает еще мне не нравится сразу бросается в глаза вот эта линия молдингов вот этих она тут вот он торчит выше там на той двери он торчит ниже то есть нету ровной линии но вот все такое ступеньками тут порядок колесики красивые такие есть даже тюнинг такой диски тормозные в хорошем состоянии резина 21 год есть глубокий скол до металла на похоже стекла в круг кроме лобовое оригинальное лобовое менено под меняли целиком красили под капот естественно все крутилось лонжерон ремонтировался вот и тут ремонтировался некрасиво там там плохо лонжерон кривой плохой мне не нравится он разваливается лонжероны помазаны скажем так где их надо было ровнять они просто поверх как-то скажем так их не надо было вообще ровнять я за эту машину не боролся потому что удар был вот так на глаз по лобовое стекло по богатому так богатому до вплоть до середины мотор условно говоря стоит до середины мотора лонжероны кривые полностью зато и бмв x3 вам пакете единственное в живом им пакете канадская машина чему я сказал слово канадская во многих каталогах во многих поисковых системах канадской машины не видно по крайней мере среди доступные общедоступных ресурсов поэтому а заявка была разовая наверно да именно поэтому человек сразу я смотрел машину мы хотим ее вот только ее и больше ничего приедьте нам посмотрите мы бы достали информацию про этот автомобиль но вот приезжай смотри вот уже хочу соответственно уже увидели по факту и заказывать отчет уже нефиг было какие еще сюрпризы дальше сюрпризы пошли надо же было как для клиента полную картину предоставить я захотел на нее посмотреть снизу я захотел подключить почитать мы снизу в принципе все то же самое что и сверху все по лонжеронам все понятно все покреплением все крутилось все рихтовалось все тянулось подломанный вот тут лонжерончик немного вон сейчас туда свечу сильнее она получила чем чем кажется усилитель меняный полностью радиатор с лихтополонами в общем старались сделали делали но не доделали включился там вообще все класс блоки половина с разных разборок фары как-то они между собой плохо дружат фары должны быть какие-то активные фары обычные постоянно в ошибке даже кстати если мне память не ошибает на приборке светилась эта ошибка как как ошибка по свету мне очень понравилось взяли бампер с разборки с какой-то более простой комплектация там 360 комплектации и очень аккуратненько таким сверлом на 16 просверлена и вставлена камера ну наверное наверное родная потому что выглядит как как родная но просверленный бампер с такими заусенцами по краям это красиво самодельная камера врезана не ну так нарядно бмв прошло за неделю то обычно по бмв как-то не очень были мрачные бмв была тройка бмв с европы черного цвета очень уставшая просто мы заехали сюда коллегам на из того накатали список на формата 4 это только по ходовой по подвеске а там по ней вопросов и так очень много было там продавец говорил тут егр ничего страшного я уже все порешал он заглушен тут заслонки ничего страшного я уже все порешал их нет и на и вот так вот короче а трехлитровый турбодизель кстати машинка мой мощно едет но очень сильно дымит пыхтит коптит везде вообще вот технической точки зрения вот так вот глаза закрой пальцем не будет вопрос ну дымит коптит заслонки егр сажевый фильтр нафиг слову про сажевый фильтр мы тоже отдельно сейчас видео в процессе создания вот скоро октябрь месяц сажевые фильтра друзья встречайте этот сука геморрой который ждет всех всегда клапана егр на дизелях сажевые фильтры эту тему мы сейчас готовим видео и как раз вот вы его увидите потом это все не нужно по словам продавца это все лишнее а вот нужно это или не нужно мы будем разбираться на этой правдивой ноте мы будем заканчивать это видео с недели выбранных бмв была только одна машина этот человек просто очень сильно захотел с двадцати пяти тысяч долларов поторговался на четыре тысячи долларов приятно хорошо прикольно в процентном соотношении считайте сами но среди всей недели это был всего лишь один купленный бв друзья на этом все всем большое спасибо с вами был николай тарануха и компания один авто во всем нашем многообразии всем удачи на дорогах всем пока пока